Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Мы продолжаем наш цикл под названием «10 шагов к созданию сериала». Уже скоро подходим к концу. Итак, у нас шаг девятый, я назвал его монтаж. Итак, монтаж или постпродакшн. После съемок это немножко скучный, нудный, утомительный, но с другой стороны очень волнительный период работы. Это волнительный, потому что на монтаже понятно, какой проект, какой продукт или какое кино, скажем так, у вас получается. Понятно, что на монтаже можно переделать очень многое, то есть от монтажа очень многое зависит. Но если мы берем именно с точки зрения продюсера, то монтаж – это тот период работы, где вы обычно, где вы уже начинаете не успевать сдавать. Поэтому очень важно, кто будет режиссером монтажа. Я советую, чтобы у режиссера монтажа у вас, даже если проект у вас небольшой, у вас было два. Ну или, по крайней мере, был основной режиссер монтажа и на замене, если что, был второй. Люди, которые занимаются постпродакшеном, это касается и звукорежиссеров, то есть тех, кто занимается монтажем звука, тех, кто занимается цветокоррекцией, тех, кто занимается монтажем видео, это, в принципе, обычно люди, которые, скажем так, не очень четко придерживаются дедлайнов, скажем так. Очень часто, если это талантливые ребята, они берут несколько заказов сразу, стараются все успеть. Дедлайны, которые выставляет заказчик, часто не выдерживают. Ну и как бы считается, что это уже становится потихоньку нормой. Ну, я с такой нормой, конечно, не очень согласен, но вот мы работаем с тем, что есть. Всегда нужно иметь либо команду на замену, либо сразу распределять между двумя командами. И тогда все будет гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Потому что в этот период, если, например, все видео находится у одного режиссера монтажа, например, или весь звук находится у одного звука режиссера, ну, особенно по видео, вы находитесь как бы в заложниках у этого режиссера монтажа. У меня были разные случаи в нашей истории. Бывало, что режиссеры монтажа вообще пропадали на неделю вместе с материалом. Вы теперь ходите, и как бы этого человека и сразу и уволить не можете ему, что он сделал какую-то часть работы. Или же уже вы по срокам горите, уже другого вы не можете подключить. Поэтому вот в этом плане надо быть осторожнее, потому что на этом периоде точно люди дают обещания, но эти все обещания нужно проверять и контролировать. Также на первом этапе очень часто продюсеру нужно уделить особое внимание исходному материалу. Исходный материал – это то, что вот прямо сейчас сняли, да, вот и все вот эти видеофайлы, они должны находиться у вас на каком-либо носителе. То есть, но они должны находиться у вас там в офисе или где-то еще. Это очень важно. Даже если вы начинающий там продакшен, вы снимаете там, и все у вас со всеми и хорошие отношения, как всегда, все друзья, братья и так далее, это видео вы должны держать у себя. Оно очень тяжелое, для этого нужно будет много там всяких хардов, жестких дисков покупать. Но вы должны держать его у себя. Потому что все, что вы делали до этого, написание сценария, подготовительный период, съемки, все деньги, которые были вложены, они вот в этом материале. И этот материал, он, ну, для вас дороже золота в этот момент. Поэтому он должен храниться у вас. В большом кино, в монтаже режиссер-постановщик всегда принимает непосредственное участие, да? Подбирает музыку, видеоряд смотрит, контролирует, правильно ли передан его замысел и так далее. В сериалах такое происходит не всегда. То есть, бывает так, что этим занимается агент-продюсер, бывает просто режиссер монтажа отдельный. Бывает, ну, наверное, самое правильное, это креативный продюсер занимается монтажом. Вот, ну, бывает, что режиссер-постановщик, да? Но часто бывает так, что в наших реалиях, что сериал, например, снимается и параллельно монтируется. И, может быть, там, режиссер какие-то выходные приходит посмотреть чуть-чуть, подправить, либо после съемочного периода он приходит и немножко подправляет то, что уже смонтировано. Почему так происходит? Потому что сроки. То есть, не всегда есть срок такой, чтобы режиссер-постановщик полностью все отснял, например, два месяца, и еще там три месяца, как бы, ходил и, ну, и занимался монтажом, потому что, ну, надо уже сдавать, надо уже монтировать, как бы, и с этим ничего не сделаешь. На этом периоде, в период монтажа, конечно, вылазит все. То есть, как вы написали сценарий, как вы подобрали актеров, как поработали художники, как вы провели подготовительный период, как у вас прошли съемки. Все это вылазит на монтаже. И очень часто, конечно, если у вас есть какая-то эйфория от сценария, от того, как все идет, и как проходят съемки, какая дружная команда, какие замечательные актеры, то на монтаже, конечно, очень часто бывает так, что вы понимаете, что где-то там не доработали, здесь что-то не доработали, ну, что можно было сделать лучше. Так всегда. Но в себе вот этот вот синдром самозванца, наверное, надо прогасить в этот момент. Очень правильно сделать уроки на будущее, но надо понимать, что в монтаже первая реакция, ну, по крайней мере, у меня, она всегда негативная. Я всегда, когда смотрю первые чиновники, у меня всегда не совсем то, что я представлял. И у меня, ну, то есть, потом бывает так, что, во-первых, в монтаже все выравнивается, да, там, ну, там подправили, там подправили, взяли лучшие дубли, озвучили, подставили музыку. Ну, и потом восприятие, ну, как бы, у тебя такое критичное, а потом раз, и людям оказывается нравится, в общем-то, режиссер постановщику нравится оказывать. Ну, вот этот синдром, конечно, не то, чтобы, как бы, надо ко всему относиться там с восхищением всему тому, что ты делаешь, но надо понимать, что такие процессы возможны, такие реакции, такие эмоции. Потому что каждый проект, ты хочешь, чтобы он был там лучше, чем предыдущий, и пытаешься извлечь из этого уроки. Очень важно еще в процессе монтажа, в процессе постпродакшена наладить коммуникацию между, вот, департаментами, скажем так, то есть между теми, кто занимается видео, теми, кто занимается аудио, и теми, кто занимается цветом. Очень важно, чтобы у них был там какой-то совместный чат, какая-либо площадка для коммуникации, потому что сами по себе специалисты, они любят, вот, сделали что-то свое, потом сказали, вот это мы не можем сделать, потому что видео вот так вот мне выслали, я ничего не могу сделать. Или там, я не знаю, так сняли уже, и так далее. Поэтому вот эту коммуникацию надо наладить, чтобы все, как бы, дружно работали над общим результатом, над картинкой, над звуком, над цветом, художественным содержанием сериала. Это очень важно. В монтаже, так же, как и в любом, в принципе, на любом этапе, производство, кинопроизводство тоже важны дедлайны. Потому что монтаж, это такое дело, что оно может тоже длиться вечно, то есть идеальным не бывает никогда. Поэтому все равно нужно поставить дедлайны, нужно постараться максимально эффективно использовать это время, и сделать, ну, сделать все за тот период времени, который, как бы, вы поставили своим КПП. Это тоже важно, потому что обсасывать, переделывать, доделывать можно бесконечно. Итак, это был девятый шаг из нашего цикла «10 шагов к созданию сериала». Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Это видеоблог «Серийный продюсер». Подписывайтесь, если вам это нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!